Шалом! Здравствуйте! Мы поговорим сегодня о некоторых законах, связанных с канун Песах. Мудрецы постановили, что после определенного часа в канун Песах наступает запрет употреблять хамец в пищу, квасное в пищу. После четвертого часу, это говорю о временных часах, как мы уже говорили, один временный час, это одна двенадцатая светлая часть дня, нельзя употреблять хамец. И это время изменяется в зависимости от региона и в зависимости от года. Так, например, в этом году, это 5766 год, после сотворения мира, в моем городе Кириа-Цефер, в Израиле, последний час, когда можно употреблять хамец, это 9.32 утра, то есть после этого времени уже нельзя кушать хамец, по мнению Виленского Гаона, по мнению Огана Брамата, еще раньше, это 9 часов 1 минута. Это то, что касается хамец в эре в Песах, в канун Песаха. Мы уже говорили, что весь тот хамец, который мы собрали, в ночь до того, необходимо уничтожить утром, в канун Песаха, и принято сжигать хамец. Это не обязательно должно сжигаться, есть другие формы, можно это развеять по ветру или бросить в море, но традиции такие сжигать, разводить костер и сжигать хамец. После этого произносится особенный текст аннулирования хамец. Мы уже произносили этот текст с вечера, но есть особый текст окончательного аннулирования, который говорится утром. И на этом заповедь, связанная с уничтожением конца, заканчивается. Иногда бывает, что человек в сам Песах находит хамец, который он не обнаружил во время проверки, как поступать в такой ситуации. Если в сам Песах он находит хамец, так если это холямоед, то есть это дни между началом Песаха и концом Песаха, в холямоед он нашел хамец, он должен сразу же вынести и сжечь. Если это в первый день праздника или в последний день праздника, то он должен накрыть хамец, который он нашел сосудом, а потом, после окончания праздника, при первой возможности его сжечь, потому что в сам праздник нельзя сжигать хамец. Я говорю о Йонтеф. Есть традиция, что первенцы постятся в канун Песаха. Это связано с тем чудом, который Всевышний сделал для евреев во время исхода из Египта. Известно, что последней казнью была казнь первенцев, когда Всевышний поразил всех первенцев Египта. И Всевышний обошел еврейские дома, то есть все первенцы евреев спаслись. В память об этом мы делаем пост первенцев в канун Песаха, то есть все первенцы постятся. Кто называется первенцем? Это любой первенец, независимо от того, он первенец от отца или от матери, в том случае, если это не первый брак. Даже если до него был выкидыш, он все равно называется первенцем, и он должен поститься в этот день. Если отец не первенец, но не родился сын, который да, первенец, то до того момента, когда сын вырастет, отец постится за сына. Если же и отец первенец, и сын у него первенец, то отец постится сам за себя, а за сына постится его мама, если ее состояние здоровья позволяет. Если же нет, то пост отца засчитывается за двоих. Если есть какая-либо суда митцва, то есть трапеза, посвященная какой-либо заповеди, скажем, в этот день было обрезание, делают трапезу, или пидеона бен, выкуп первенца, и также производится трапеза, праздничная трапеза по этому поводу, то первенцы могут в этой трапезе участвовать, и после этого они уже не должны поститься. Поэтому есть те, которые делают сиум масехат, окончание трактата Талмуда, по этому поводу также устраивается сиудат митцва, и всякий участвующий в окончании трактата Талмуда, он может кушать, и это касается также и первенцев. То есть, если первенец участвует в сиудат митцва, и ему нет обязанности поститься после этого. Опять же, это касается только тех, которые участвовали непосредственно в сиум масехат, в окончании трактата. Если он успел только на трапезу, посвященную ей, он не может в ней участвовать. Есть несколько законов, связанных с канун Песох, которые важно знать. После хатсот, после полудня в канун Песох, в этом году, это примерно 11.40 в Израиле, после полудня нельзя производить работы, которые приносят человеку какую-либо выгоду. И часть работ запрещено делать также в канун Песох, после хатсот. Поэтому все подготовки, это касается стрижки ногтей, волос, стирка, глажка, хорошо бы закончить до хатсот. Если он не успел до хатсот закончить все эти работы, то мелкие работы, то есть подшить одежду ради емты, или погладить одежду, или почистить ботинки, постричь ногти можно сделать и после хатсот, до начала Песоха. Однако стричься, или стирать после хатсот, в канун Песоха нельзя. Если он запустил машину до хатсот, и она стирает ему после хатсот, то это разрешено. Важно помнить о нескольких моментах в канун Песоха. Если у человека есть пылесос, и он убирал хамец, такое содержимое пылесоса также важно уничтожить, выбросить в канун Песоха, потому что там может быть хамец внутри пылесоса. Есть традиция мыть куриные яйца, которые покупаются ради Песоха, мыть его в мыльном растворе, если эти яйца поступают из курятника, потому что там может быть зерно, которое прилепилось к этим яйцам. Тот человек, у которого есть вставные зубы, он 24 часа до начала запрета употребления хамец, должен постараться не кушать хамец и замочить их в горячей воде. Те, у которых есть домашние животные, которые, скажем, это могут быть птицы или рыбы, которые употребляют хамец. Если есть корм, который не хамец, желательно приобрести корм, который не хамец. Если же нет такой возможности, он должен посоветоваться с раввином, как поступать. Есть некоторые благовония, которые используются во время гавдала, которые есть опасения хамец, это может быть гвоздика. И поэтому важно продумать этот вопрос.